Монтажный испытательный корпус космодрома Байконур. Финальное испытание грузового корабля «Прогресс». Его с осторожностью помещают в барокамеру. Если все технические показатели будут в норме, дальше только космос. Полет уже в феврале. Однако путь сюда у каждого изделия долгий. Все начинается в подмосковном Королеве, главной кузнице российской космонавтики. В ракетно-космической корпорации «Энергия». Именно здесь долгие годы думал и творил космические шедевры Сергей Королев. Под его руководством создавали баллистические ракеты, стратегические ракетные комплексы. Здесь появились на свет первоискусственный спутник Земли и пилотируемые корабли. Так сложилось уже, это естественно. У нас все общество, вся наша нация, она и переживает и в хорошем, и в плохом смысле за и успехи, и за неудачи в космической отрасли. То есть, грубо говоря, в отличие от других сфер деятельности России, именно космическая сфера является родным делом для очень многих людей. «Энергия» и сегодня ведущее предприятие отечественной космонавтики. Оно стало одним из первых в этом году, куда с рабочим визитом приехал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в сопровождении главы Роскосмоса Владимира Поповкина. Обсуждали как день сегодняшний, так и планы на будущее. «Примерно пять холдингов должно быть, которые сконцентрируют в себе компетенцию, связанную и с системой выведения, системой управления, системой разработки спутников, электронно-компонентной базы, силовых установок». Программа пока в стадии обсуждений. Впрочем, энергия по-прежнему в движении. В ее цехах активно собирают новые корабли. «В ближайшее время, года 2-3, мы собираемся сделать модификацию кораблей «Союз и прогресс», сделать «Союз МС» и «Прогресс МС». В них будет встроена система глобального позиционирования, то есть по-американский GPS, по-нашему ГЛОНАСС». С помощью системы ГЛОНАСС космонавты будут определять координаты своих кораблей как в космосе, так точку их посадки на Земле. «Союзы и прогрессы» — лишь часть того, что здесь рождается на свет. Это контрольно-испытательный центр энергии. «Перед тем, как отправить на полигон корабли, здесь досконально проверяют все, что возможно, и вплоть до нештатных ситуаций, какие могут возникнуть в космосе». На стендах макет российского сегмента МКС. Научные модули, барокамеры, стыковочные агрегаты, солнечные батареи. Все, что необходимо для полноценной, безопасной и серьезной работы на земной орбите. Разработка последних лет — космическая кладовка «Модуль Рассвет». Уже два года он работает на орбите. На этом модуле «Рассвет», то, что доставлялся на шаттле, он еще выполнил во время транспортировки несколько задач. Во-первых, он привез около полутора тонн грузов внутри для обеспечения станции. Но еще привез радиатор для модуля «Науки». Поскольку будет много науки, будет много выделяться тепла, нужно будет дополнительный сброс тепла, большой радиатор. А также привез шлюзовую камеру для модуля «Науки». Который с одной своей частью пристыкуется к модулю самому «Науки». И с этой стороны будет экипаж вставлять научные эксперименты, закрывать крышку. Дальше вот это, снаружи, с помощью этих механизмов, крышка будет открываться, давление будет падать в этой камере, и будут выдвигаться научные аппаратуры. Шлюзовая камера — возможность проводить эксперименты в условиях открытого космоса без участия космонавтов. Все работы выполняет умная автоматика. 20-тонный модуль «Наука», где все это будет установлено, пока испытывается на Земле. «Наука» в пять раз больше своих предшественников. Из новинок в модуле появились холодильники-морозильники и виброизоляционная платформа. Все это позволит ученым увеличить количество экспериментов на земной орбите. Летом «Науку» отправят на полигон для финальных испытаний. В конце года ее доставят на МКС. А в «Энергии» уже трудятся над новым проектом. Делаем сейчас новый пилотируемый корабль, который должен летать на любых практически орбитах, включая и орбиту Луны. Доставлять, в отличие от корабля «Союз», не три человека, а четыре человека. От проекта до реального полета около пяти лет. А пока на орбиту готовятся очередные «Союзы». Эта машина уже в мае доставит на МКС космонавта Федора Юрчихина и астронавтов Карен Найберг и Луку Пармитану.